здравствуйте дорогие друзья по вашим многочисленным просьбам правда с небольшой задержкой с моей стороны мы сегодня будем вязать кузнечка давайте я начну его изготавливать и в процессе я буду объяснять ряд проблем или вопросов которые возникают при вязании той или иной модели поэтому изготавливал я его уже очень давно это относится к категории которая долгоиграющая и в то же время средней уловистости приманка потому что жуков из пенки можно изготовить или этого же майского жука бесконечное множество или одного кузнечика поэтому он для меня не совсем выгоден допустим в работе но 12 еще можно сделать что нам понадобится вязать мы будем на игле нитка порядка 60 это тоже ровница которую я распускаю и нам нужен будет не имеет значения какого цвета но желательно так чтобы был ближе к таким более ярким то нам он будет внутри но все равно нам необходим немножечко плавающий элемент так как мех из которого мы будем изготавливать тело и заднюю часть нашего кузнечка достаточно ломкий и хрупкий он не долговечный поэтому давайте мы приступим и я буду вам объяснять как всегда вы просили более подробно и более медленно я делаю первый буквально вот накид 1 2 3 4 5 чтобы подхватить хорошо нить кончик я увожу он мне не мешает теперь я закреплю буквально вот за самый 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 край полипропилена и подтяну его чтобы мне он не мешал на краю подрезать мы конечно всегда сможем но желательно это не делать здесь же также два три раза мы промотаем теперь смотрите для того чтобы более удобно было работать я обычно беру отрезаю или же увожу вот так вот весь материал в сторону у нашего кузнечика имеется или же если мы будем с вами вязать саранчу там естественно тоже уловистая приманка из семейства этих же кузнечиков там идет достаточно длинный как нож хвостик но мы будем вязать нашего серого кузнечика учитывая то что в моем как-то регионе но не совсем рыба празднует зеленых поэтому я буду вязать все и серого меха возьмем буквально вот небольшую такую щепоточку оленево меха можно использовать косулю можно использовать любой мех но желательно так чтобы у нас с вами мех был не грубый лось уже не совсем годится здесь же я беру подхватываю и мне необходимо вот так чтобы растопырился этот мех для чего чтобы мы могли потом с взять его так вот на две равные стороны отвести наши кисточки отвели и теперь удерживая мех я проматываю с одной и с другой стороны следим за тем чтобы не утянули материал дополнительно их развели промотали здесь хорошо отпустили ничего больше мы не трогаем не убираем мех не обязательно разравнивать теперь самое главное вязать мы будем его с использованием накладных перегибов меха как это я уже вам сейчас в процессе изготовления буду показывать но желательно вот каждый вот такой вот элемент который мы с вами изготовили промазывать клеем который имеет хорошую водостойкость и в то же время обладает у нас гибкостью чтобы не был хрупким я использую вот лак глубокого проникновения это фирмы hands не считается панацея если у вас имеется обыкновенный клей момент которым вы клеите обувь пожалуйста используйте можно конечно использовать и такой клей но он со временем становится хрупким нам это не нужно подождали немножечко у нас все подхватилась можем для удобства чтобы нам было более удобно работать вот такими виточками подхватили и вернулись обратно к той точке где мы с вами делали наш импровизированный хвостик мы его потом процессе приведем в тот порядок который он должен быть и теперь отрезать мы должны щепотку но приблизительно по толщине она должна равняться ну как половина карандашика или две ампулки с шариковой ручки здесь желательно убирать у нас вот этот мусор который у нас попадается формировать тело мы в большей степени будем над иглой чем по всей ровной плоскости поэтому мы можем вот так вот одеть и потом процессе это все делать но я обычно всегда подхватываю значит что мы делаем вот ком левая часть которая находится у волосково на несколько тоньше вот я ее подкладываю сюда держим делаем буквально пару тройку оборотов нашего меха и потом после этого ноготком я стараюсь рассредоточить по краям мех получается вот приблизительно вот такая вот кисточка теперь мы берем в этом месте подтягиваем нашу нить без усердства такого без фанатизма подтянули как вы видите вот она растопоршилась хорошо достаточно меня вполне все устраивает и теперь мы берем или тремя пальцами или же вот допустим который остается капсулка от иглы переворачиваем вот обратно весь мех который мы с вами сформировали нашу кисточку вот если по каким-либо причинам вот допустим как я посмотрел мы немножечко не домотали до той части где у нас наш хвостик поэтому я опять удерживаю весь мех он у нас хорошо рассредоточен и довожу нить вот к тому месту где у нас закреплен хвостик подтянули после этого мы взяли опять перевернули проверили чтобы у нас все находилось там где находим вот отлично как раз там где меня все это устраивает перевожу нить и формирую первый мой сегмент вот он он как вы видите без лишнего опять же фанатизма берем пару-тройку раз проматываем здесь промотали все это оставляем опять же берем наносим теперь буквально капельку все это все равно нужно будет потом нам хорошо пролачить потому что сам по себе мех хрупкий нам кузнечика наш голавль быстро растерзает и форель тоже берем уже следующий пучочек можно такой же можно несколько больше по величине то есть мы каждый раз должны чуть-чуть наращивать вот тот объем который мы есть у нашего кузнечика теперь опять же в этом же месте так же как мы возле хвостика делаем пару-тройку оборотов подтягиваем рассредотачиваем нашу кисточку вот у нас вышла вот такая кисточка понятное дело что ну нам вот мы еще сможем один сегмент так сделать следующий по диаметру нет поэтому я беру тогда уже или же руками или беру колпачком от фломастера ну то есть так как нам будет с вами удобно перевели нить там где мы будем делать сегмент обязательно следим за тем чтобы их величина ну было хотя бы по какой-то вашей пропорции которую вы изберете для себя сами удерживаем хорошо и стараемся уже подхватить не годится надо опять нам вернуться и еще хорошо промотать мех образуется неравномерный шарик то есть следим за этим посмотрели вот теперь более менее все устраивает удерживаем и как положено теперь уже подхватываем раз два три оставили теперь опять мы берем добавляем немножечко лака ну желательно чтобы после каждого вот такого вот элемента у нас проходило какое-то время чтобы можно было хорошо потом закрепить наш материал скажу сразу что я обычно делаю три ну четыре сегмента и этого вполне достаточно мех желательно использовать длинный потому что бывает иногда в наборах не совсем достаточно и вот гораздо больше трех сантиметров поэтому цвет можно подобрать себе как вы захотите и коричневым его сделать есть достаточно в интернете в магазинах продается всевозможный и крашеный уже олень и мех поэтому труда не составляет дальше я беру также такой же буквально пучочек но стараюсь совсем немножечко только лишь по пальцам ощущениям чтобы у меня он был несколько больше здесь не совсем удобно будет нам и перекинем уже левой рукой вот перехватываем наш мех посмотрим в том месте в том годится подтянули посмотрели хорошо устраивает вполне теперь можем хорошо промотать пару тройку раз после этого опять мы берем наш мех рассредотачиваем большей степени сверху остальное уже отправляем в сторону и вниз и переводим делаем еще один сегмент вот приблизительно так и вы уже можете сами заметить что у нас верху над иглой образуется несколько больше а вот снизу меньше когда мы снимем с иглы мы потом уже вскроем лаком я покажу более уже подробно как это делается вскроем лаком и придадим форму нашему нашему телу понятное дело волоски которые топоршатся но мы аккуратненько удалим и сделаем более менее симпатичное наше тело и остается у нас уже последний сегмент который будет у нас крепится к крючку здесь желательно опять же выбрать чтобы мех был достаточной длины и можно было хорошо нам комфортно с ним работать пучочек я беру уже почти такой же потому что мы уже меха достаточно хорошо нарастили здесь будет грудка большого количества нам так уже не нужно положили пучок подхватили обязательно в одном и том же месте чтобы не уходила у нас крепеж провернули подтянули еще посильнее и после этого уже мы переворачиваем формируем последний сегмент аккуратно подхватили значит количество вы уже подберете для себя сами потому что все зависит от то величины которую вы выбрали для своего кузнечика вот он имеет приблизительно вот такую форму это не страшно потому что если есть какие-то огрехи при изготовлении это это этого тела спокойно это все закрывается потом крылом поэтому аккуратно еще раз промажем место где мы с вами проматывали вот теперь я уже беру не лак а я беру клей промазываю нить очень хорошо и уже отпускаем ее и уже здесь закрепим окончательно наш материал я беру гелевый клей он достаточно хорошо себя зарекомендовал в этом месте здесь мы уже будем все крепить с вами к цевью нашего крючка и уже аккуратненько здесь все вот так промотаем годится сделаем завершающий узел и теперь нам необходимо все это снять берем теперь оставляем небольшой длины отрезаем наш полипропилен который у нас был и теперь все что у нас здесь было убираем теперь смотрите как я уже вам говорил что здесь необходимо сделать аккуратно удерживаем все тело снимаем с иглы она снимается достаточно удобно и мы должны теперь с вами слегка вот так все сплюснуть так как у нас не совсем цилиндрической а вот такой слегка приплюснутой формы должно быть тело и слегка задираем вот так вот заднюю часть вверх после этого вот я придал такую форму я беру уже лак клей и начинаю буквально пропитывать вот ту часть которая у меня мы промазывали проматывали потом все можно будет пропитать буквально весь мех учитывая то что это достаточно хороший лак клей он не оставляет белых пятен хорошо проникает в материал и достаточно долго служит ну вот вы видите вышла вот такая не совсем симпатичная соломенная у нас конструкция дадим теперь немножечко всему этому подсохнуть и дальше будем продолжать значит мы с вами подготовили крючок значит крючок я взял номер вот 4 серия вот такая это исходя из того что у меня вот такая величина вышла моего тела вы можете для себя подобрать соизмеримо своим габаритом вашего тела пока еще вот наша части это сохнет значит чем это было связано крепить мы должны с вами так чтобы вот и наша наша как говорится часть которую мы с вами изготовили верхняя была приподнята и было достаточно места для формирования грудки крепления лапок и самое главное это головы учитывая то что я эту приманку изготавливать для поимки головля поэтому я беру вот такой вот матери это величины крючок теперь что мы делаем для того чтобы достаточно крепкой хорошо держался наш материал обязательно я всегда промазываю клеем потому что зачастую получается так что полиэстер и та нить которой я вот работаю она достаточно скользкая и если на крючке нет зубчиков то получается иногда при высыхании клея у нас проскальзывает наш потом материал что нежелательно не все тоже цвет подберете для себя как вы захотите серый коричневый у меня где-то она и зеленая не зеленая не пойму сильно я не дохожу как вы видите до начала даже загиба крепить материалы будем здесь так как потом неудобно из тела готового кузнечика когда у нас поимка рыбы вытаскивать мы ломаем потом еще дополнительно и без того хрупкий наш мир закрепили пока клей наш держится я беру теперь уже окончательно выбираю место как мне закрепить мою часть вот так приблизительно будут вполне достаточно буквально пара тройка оборотов следим за тем чтобы наше тело не ушло не влево не вправо лучше подождать и потом дополнительно уже подкрепить весь оставшийся материал переводим нить вперед удаляем теперь остатки я что делаю беру теперь уже более обильно промазываю весь материал который я буду сейчас крепить на цевьё клеем вот хорошая вот такой каплей прямо по меху и снизу где у меня есть так как весь материал у меня должен хорошо между собой закрепиться и в то же время не прокручиваться у меня на крючке подхватываем и стараемся так чтобы не сильно топоршился наш мех буквально не сильно не передавливаем чтобы не переломился наш мех 234 вот сколько нам нужно будет пройтись необходимо пройтись чтобы хорошо уже закрепить наш материал годится теперь мы должны с вами вот пока все это будет достаточно сохнуть взять перо охотничьего фазана и изготовить лапки значит лапки я изготавливаю вот таким вот способом через узелочки но нам необходимо с вами чтобы вот количество перышек подходила под наши все с вами габариты нашего кузнечика вот как вы видите если мы приложим нашу лапку она будет вполне достаточно вот эти лишние мы потом все отстрижем я пока это ничего не трогаем ждем пока подхватиться наш клей и теперь можем мы уже я изготовил лапки но вы будете изготавливать лапки это уже в процессе теперь я выбираю угол значит угол должен у нас быть приблизительно так чтобы кончики наших связанных уже острых частей пера доходили слегка слегка ну вот за наш хвостик и вот я беру теперь сбоку вот так вот подхватываю у нас должна выйти не видно сейчас я тогда закреплю сразу с другой стороны следим за тем чтобы они были более-менее ровные вот так как вы видите вот они должны находиться в таком положении заметно почему я именно вот так делаю потому что я сейчас вот вам поправлю вот находится в воде вот в таком положении наш будет находиться наш кузнечик лапки будут слегка протыкать у нас воду создавая дополнительно привлекающий эффект и наш хвостик самая-самая основная плавучая часть давайте подождем пока оно все подсохнет и продолжим дальше немножечко наш клей подсох я подготовил еще вот такой смесь даббинга здесь трех цветов но если у вас есть светлая олива у меня к сожалению ее нет вот продаются всевозможные вот такие наборы антрона или же продается отдельно вот так очень-очень тонкий для сухих мушек даббинг только для сухих мушек и можно конечно использовать перо cdc взять обмотать серое это был бы идеальный но учитывая то что у нас тело объемное скажу честно расход очень большой и не совсем рационально это использовать теперь нам необходимо после того как мы закрепили наши лапки немножко промазать опять же клеем для чего чтобы вот тот даббинг который мы с вами сейчас будем укладывать немножко подхватился достаточно крепко с нижней части потому что там больше всего рыба его начинает кушать совсем совсем немножко буквально буквально пару-тройку оборотов скроем вот то место где мы с вами я опять же повторю вы неоднократно спрашивали это кусочек вощины который служит уже у меня второй год в качестве ваксы и маленькими вот такими вот порциями крайне неудобно он действительно настолько тонкий и скользкий что его уложить ну лучше конечно было бы методом расщепления нити но нам надо пару-тройку оборотов поэтому я буду использовать вот такой метод составление даббинговой нити нашей все закрепили опять же я прокручиваю это уже неоднократно если прокручивать по часовой стрелке даббинг при намотке будут у нас распушиваться если против часовой стрелки значит будет вот так вот как вы видите у нас скручиваться и пока клей у нас еще чуть-чуть держит мы вот это место где мы с вами закрепили наши лапки вот так закрыли этого вполне будет достаточно годится самое главное теперь сверху можно использовать и рафию которую вот я неоднократно допустим делаю жуков можно сделать крылу крылу которое покрывает нашего кузнечика но учитывая то что я делаю в большей степени ловчую муху они для музея поэтому я взял кусочек вот такого пера это все из охоты охотничий фазанчик наш уберу немножечко вот так все что мне мешает выбрасывать конечно не стоит потому что я эту опушку все равно использую и величину крыла вы уже подберете для себя сами вот он должен так должны доходить вот эти вот вырез которые я изготовил я вскрыл лаком чтобы у меня достаточно удобно было крепить крылышко доходил до нашего края хвостика берем теперь аккуратно складываем вот так пополам чтобы хорошо сверху ложилась наше крыло скажу честно закрепить его будет несколько проблематично так как все материалы достаточно скользкие поэтому я в одном месте хорошо проматываю оставляя вот в таком положении и отвожу в сторону лапки завожу под лапки наше крылышко и уже в таком положение перевожу нить несколько выше крепления крыла прямо по дабингу который мы с вами подготовили только в этом случае крыло ложится у нас вот так вот ровненько и снизу смотрится как у нормального кузнечика то крыло которое вот есть в процессе еще обмотки оно хорошо будет облегать наше тело и ничем не хуже того тех крылышек которые есть у настоящего кузнечика обязательно так как у нас перо достаточно тоже скользкое дабинг скользкий все скользкое место вот где ось у меня чистая я промажу и буквально совсем немножечко промазываю нашу нить делаю пару тройку вот оборотов оставляем удаляем теперь необходимо закрепить верхнюю часть которая у нас будет формировать верхний чехлик вместе с грудкой с головой со всем остальным но голову мы с вами будем формировать отдельно поэтому я сделал вот такой вырез в остатке моей пенки так чтобы мне было удобно вот закрепить и она не разъезжалась опять же следим за тем чтобы вот той величины длины пенки хватало вполне достаточно вот закрывает хорошо годится потом мы все 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 это с вами подтянем процессе возвращаемся вот к той точке где мы с вами крепили крыло и уже здесь очень крепко проматываем все годится что нам нужно на вот этом месте который вот у нас буквально здесь заканчивается материал мы должны сформировать грудку с нашими лапками вот эта часть которая голая на нашем цевье крючка здесь мы должны расположить саму голову из пенки значит мы теперь опять же берем сформируем здесь скроем следы крепления нашего крыла пенки давайте я сделаю и мы с вами должны подготовить вот такую следующую пару лапок здесь в три раза меньше количество бородок чем были у нас задних ножках это будут средние наши ножки значит нижние лапки я закрепил на брюшке снизу так чтобы они у меня шли немножечко назад и в сторону ширину вернее длину их подберете пропорционально своему телу кузнечика для того чтобы дальше продолжить нам необходимо закрепить голову которую мы будем с вами изготавливать промажем обязательно клеем я вырезал вот такой кусочек пенки для того чтобы можно было сформировать голову как вы видите она такая же по ширине как и верхняя часть нашего чехлика особенность формирования головы кузнечика вы сами понимаете она у нас своеобразной формы которую рыба достаточно хорошо видит и запоминает поэтому хорошо закрепим пенку после этого мы должны с вами переломить вот ну необходимо вот той величины сколько нам нужно пенку вернуть в то место где мы закрепили и уже после этого взять все это вот так подтянуть вот как вы видите у нас уже сформировалась голова учитывая то что у нас и верхний будет чехлик и нижний чехлик то я сразу вот эти остатки удаляю но удаляю так чтобы можно было две пенки потом подклеить таким вот образом я опять же подготовил передние лапки но чтобы мы могли их сейчас закрепить и уже окончательно не возвращаться к нашей голове и ко всему остальному промажем немножечко нить клеем пусть у нас пока мы будем работать она все крепится вот так годится и теперь пройдемся опять нашим даббингом должны закрепить наши лапки потому что потом уже будет несколько неудобно нам это все крепить здесь уже скажу честно мы не стесняемся хорошо проматываем даббингом так как грудка у нас несколько тоньше вот нашего хвостика опять же материал должен быть плавучий плавающий я закрепил передние лапки вдоль тела и немножко вперед как вы видите также но уже как говорится количество перышек этих волосков перышек все меньше 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 количество беру теперь нам необходимо с вами вот это все убрать нить перевести в сторону крепления головы и уже здесь мы должны примерить как будет наш верхний чехлик находиться на нашем кузнечке все мы с вами еще подрежем подровняем и сделаем так как оно нужно все годится для того чтобы значительно крепче и дольше служил мой кузнечек я опять беру немножечко и промазываю нижнюю часть вот пенки прикладываем в натяжку вводим лапки чтобы мы их не затянули понятное дело и уже вместе там где наша голова вот так мы должны с вами хорошо промотать верхнюю пенку я не срезаю потом уже в процессе будем когда подсохнет а приклеиваю ее сверху подмазали можно срезать можно оставить но величина головы у нас должна быть несколько больше все подождем теперь когда она у нас подсохнет и нашего кузнечика приведем в порядок как мы его приведем в порядок я сделаю а потом я вам уже все расскажу что нужно сделать теперь переходим к тому что нужно доделать после того когда мы уже все сделали как вы видите я взял обыкновенный перманентный маркер коричневый и имея вот или бессветный или вот у меня имеется браун коричневый есть несколько светлее несколько темнее но не в этом вопрос значит смотрите я пролачил отрезал еще немножечко вот здесь буквально две-три штучки перышек остевых этих чтобы несколько было у меня тоньше и слегка пинцетом подогнул здесь же точно так же вот лапки которые мы крепили я точно также подрезал пролачил и ну придал через лак определенную форму вот так подгибаем а потом немножечко берем и наносим капельку это ну понятное дело капнул потом в качестве глазок черным лаком обозначил глазки скажу сразу не совсем презентабельная модель но ловит достаточно хорошо если вы сделаете ее в два раза меньше спокойно можете ловить практически любую рыбу ну это готовилась конкретно под нормальный головлей больших благодарю вас за внимание до скорых встреч